Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее. И она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус «Лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет, где преклонить голову». Другой же из учеников его сказал ему «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. Сегодняшнее евангельское повествование начинается с описания тех многочисленных чудес, которые Господь наш Иисус Христос совершил во время своего земного служения. Божественное откровение Нового Завета говорит «Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и Он изгнал духов словом и исцелил всех больных». При этом Евангелие указывает, что Господь не просто так совершает те или иные чудеса. Он совершает их для спасения человека. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит «Он взял на себя наши немощи и понес болезнь». То, что совершал Господь, не могло оставить равнодушным никого. По этой причине многие изъявляли желание следовать за Христом. Но немногие были допущены до этого самим Спасителем. Так, видя множество чудес Христа, некий книжник подошел к нему и сказал «Учитель, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». В ответ же он услышал от Господа на первый взгляд странные слова «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет где преклонить голову». Размышляя над приведенными словами, преподобный Исидор Пелусиот пишет. «Человек этот, то есть некий книжник, был одержим лукавыми помыслами и неотвратимо был предан пороку. Посему-то Господь удалил его от сопребывания с собою, чтобы упорство его в злонравии не соделалось причиной соблазна для верующих». Подобную мысль несколько развивает блаженный Иероним Стридонский. «Сей книжник хотел следовать Господу, видя величие знамени, чтобы иметь выгоду от чудесных деяний, то есть желая того же, что Симон Волф хотел купить у апостола Петра». Поэтому такая вера праведным судом Господа осуждается. «Человек, который решил следовать за Христом только ради славы или богатства, не получит ни первого, ни второго. Потому что цель пришествия Христа на землю – не слава, а победа над грехом. И ради этой цели Бог жертвует даже своей, Божией, славой». О том, насколько опасна та сила, которая двигала книжникам из сегодняшнего Евангелия, хорошо говорит святитель Иоанн Златоуст. «Как червь поедает деревья, в которых зарождается, ржавчина съедает железо и моль – ткань, так и тщеславие губит душу, воспитавшую эту страсть в себе». Господь давал возможность книжнику исправиться, оставить свое тщеславие и уже с добрым сердцем последовать за ним. Но тот, посрамленный божественной правдой, с позором отступил. Не готов он был впустить в свое сердце вселюбящего и всевидящего Господа. У Сына Божия не было намерения отдалить этого человека. Напротив, он готов был призвать его к себе, спасти, если только книжник этого захочет, и оставит злые мысли. Но человек сам сделал выбор и отступил. Он не захотел отвергнуть грех, чтобы во Христе преобразиться и наследовать жизнь вечную. Несколько спустя произошел подобный диалог. Другой же из учеников его сказал ему, «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить Отца Моего». Но Иисус сказал ему, «Иди за Мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Блаженный Феофилакт Болгарский поясняет эти слова следующим образом. «Кто предает себя Богу, тот не должен опять обращаться к житейскому. Конечно, должно почитать родителей, но Бога надлежит предпочитать им». Упомянутый ученик, конечно же, поступает более благоразумно, чем честолюбивый книжник, так как прежде всего и спрашивает благословение Божие, не желая отлучаться от Христа по собственной воле. И Господь удерживает его не потому, что запрещает оказывать почести родным по крови людям, но научая, что в стремлении ко спасению следует небесное предпочитать всему земному. Разумно ли предпочесть живому мертвое? Очевидно, что умерший был человеком неверующим, потому Господь сказал «предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Неверующие, люди, не принимающие Христа, живые мертвецы. И если они, несмотря ни на что, не желают через веру во Христа ожить, то следует предоставить их самим себе. Остается только молиться об их вразумлении. Преподобный Исаак Сирин поучает «Прекрасна и похвальна любовь к ближним, если только заботы ее не отвлекают нас от любви Божьей». Помни об этом, мы должны стараться предоставлять Богу первое и главное место в нашей жизни. Потому что никто и ничто по своей значимости не может сравниться с тем, кто не только дал нам временную земную жизнь, но и печется о том, чтобы мы унаследовали жизнь. Вечную.